В Люберцах проходит благотворительная акция «Петелька добра». Учащиеся школ, студенты и представители общественных организаций вяжут вещи для детей, которые появились на свет раньше срока и находятся в реанимации. Самых активных участников проекта наградили благодарственными письмами. В отделении реанимации Московского областного центра охраны материнства и детства выхаживают недоношенных малышей даже с экстремально низкой массой тела. Кроме работы врачей, большую роль в выздоровлении маленьких пациентов играют вот эти вязаные вещи. Это только на первый взгляд может показаться, что аксессуары только лишь создают уютную домашнюю обстановку. На самом деле они выполняют еще одну важную функцию. Носочки, которые вяжутся из натуральной шерсти, они немного колются, они стимулируют рецепторы, которые находятся на ножках, и тем самым как профилактика апноэ у новорожденных. Потому что очень часто у недоношенных детей вот эта проблема бывает именно апноэ, когда дыхательный центр не готов дышать самостоятельно, и тем самым мы стимулируем работу этих центров. А вот эти осьминожки имитируют пуповину и помогают воссоздать внутриутробную среду. Важную для эмоционального состояния малыша игрушку создают по определенным правилам. Наши осьминожки, первые игрушки малыша, должны быть строго из хлопчатой бумажной, из хлопка. То есть вот из таких ниточек. Эту игрушечку вначале дают маме, которая держит ее на груди, пропитывается запахом материнского молока, а потом передают торопышке. Необходимые предметы для детей, требующих особого внимания, создают неравнодушные люди. Среди них студентка медицинского колледжа Татьяна Лосева. За свою активность и доброту она получила благодарность от общественной палаты городского округа. В будущем я планирую стать педиатром, и я очень люблю детей, поэтому хочу помогать детям, будущее студенткой. Незаменимые участники акции – представители Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья и сотрудники пехорского текстиля. Фабрика помогает пряжей, а общественницы – рукоделием. К благотворительному проекту присоединился также коллектив и воспитанники 41-й гимназии.